Доброе утречко! Доброе утречко! Доктор, выпьем чаю. Выпьем чаю. Хотя, конечно, там не чай, но мы никому об этом не скажем. У меня чай, я тебя не знаю. Нет, у нас не чай. На дворе весна. Все, как вам тает, все, как вам течет. Отвратительно. Ой, то есть замечательно. Ну, вот, собственно говоря, весна, она и есть, собственно говоря, тема сегодняшнего разговора, потому что мы будем говорить о последствиях весны. Ой, кошмар. Последствия весны. Кстати, я не знаю, как ты, я лично не поздоровался. Здравствуйте. Доброе время, уважаемые наши смотрящие. То, что я забыл поздороваться, это тоже весна. Моразм, обострение. У нас очередные воскресные посиделки. Сегодня мы говорим о весенней теме, об абортах. Об абортах. А мы пишемся, давай? Мы пишемся. Замечательно. Мы говорим об абортах. Замечательном явлении природы под названием аборт. Сколько копий сломано, Андрюша. Да уж. Сколько человеческих судеб поломано. Сколько морд набито. Да. Сколько, так сказать, разрушено любовных гнезд. Из-за такой, казалось бы, вот, да. Ну, я так понимаю, ты хочешь мое мнение? Да. В принципе, начнем с твоего мнения. Да. Хорошо. Значит, я категорически противник абортов. По следующим причинам. Их две. Во-первых, аборт – это всегда операция. И даже самый аккуратный аборт, самый хорошо проведенный аборт, в самой замечательной клинике за деньги большие сделанный аборт, все равно наносит вред женскому организму. Так любое вмешательство в человеческий организм является вредом. Да. Но существует цена. Когда есть вмешательство из-за чего-то, что мешает человеку жить, тут его, к сожалению, не избежать. Камень из желчного пузыря через ухо пальцем не вытащишь. Нет. Ну, как и любую проблему, скажем так, наверное, важна стадия. Одно дело, можно на ранних стадиях сделать это все-таки химическим способом. Не хирургическим, что меньше вред приносит. Это заблуждение, Андрюш. Потому что там есть вот какая беда. Все химические средства, вызывающие аборт, это средства, которые приводят к спазму мускулатуры матки. Нет. Ну, в любой случае, любое химическое воздействие на организм приводит так или иначе к травме. Нет. Ты пойми, этот спазм мускулатуры матки, он ведь какой? Очень трудно рассчитать дозу вещества. Не дай бог ты вызовешь такой спазм мускулатуры матки, что начнется кровотечение. Кровотечение на фоне спазма мускулатуры матки остановить вообще практически невозможно. Женщины иногда погибают прямо в машине скорой помощи от кровотечения. Поэтому химическим, хирургическим, любым путем аборт, на мой взгляд, наносит женскому организму тяжелый вред. Особенно первый. Ну, как мы знаем, от них все равно не избавиться. Ну, подожди, ты хочешь мое мнение? Давай-давай, я могу. Я потом молчу. Я таки молчу. Итак, я против аборта, потому что он наносит вред здоровью женщины, особенно первый аборт. А вторая причина, по которой я против, она гораздо менее прозаична. Дело в том, что я не атеист. Я верю в Бога. Я не принадлежу никакой официальной концессии. Я не хожу ни в какие храмы и церкви. Но я знаю, как врач, как человек, просто я знаю, что Бог есть. И я против аборта в этом смысле по той же причине, по какой я против смертной казни. Человек не пишет никому заявление с просьбой родить его на белый свет, с просьбой, чтобы его зачали и так далее. Это происходит, как правило, не по человеческой воле. И мы не можем поэтому ни отнимать жизнь, ни забирать ее, ни делать что-то такое, чего мы не давали в этом смысле. Вот две причины, по которым я против аборта. Но чтобы какие-то твои возражения или возражения слушать или сразу предупредить, я хочу сказать, что я с такой же бешеной силой и против запрещения аборта. Потому что я считаю, что делать аборт, не делать аборт, это вопрос выбора. Значит, с точки зрения врача, это вопрос выбора, потому что существуют аборты по медицинским показаниям, когда их нельзя не делать. И тогда это, безусловно, так сказать, оправдано. И это вопрос выбора с точки зрения женщины беременной и ее партнера. Потому что только они сами должны решать, будет женщина делать аборт или не будет. Всевозможные запреты по разным причинам, религиозным, моральным, каким угодно. Запреты приводят только к увеличению числа криминальных абортов и к увеличению смертности и осложнений. Вот тут я как раз хочу вставить свое, не то, что даже мнение, а небольшое резюме. Вот смотри, значит, по какой причине аборты все равно должны иметь место быть? Существуют, никто не отменял, и, к сожалению, их никто не отменял, это изнасилование. Женщина не хочет, в принципе, иметь ребенка, ну, не всех, некоторые, в принципе, неплохо с этим мирятся и даже любят этого ребенка. И к нему хорошо относятся, посчитают его своим ребенком. Но, вот, это первая причина. Вторая, медицинская просто показания для самой женщины, состояние ее здоровья. Далеко не каждая женщина готова умереть во время рода. Да, конечно. Ну, и не женщины, в принципе, и родственники. Да и вообще, и матерью далеко не каждая хочет быть. Это тоже, потому что это третья уже позиция, потому что в 12 лет, ну, не самое правильное, как мы знаем, сейчас сексом занимается чуть не из 10 лет. Даже раньше. Да, поэтому в 12, там, или в 13 лет, даже в 14, в 15, даже в 17, я считаю, это не самое подходящее время. Смотри, тут есть только один нюанс, ты, наверное, согласишься со мной, что 12-летняя девочка несовершеннолетняя, да? Ну, да. Наверное, она не может сама принимать решение, делать аборты ей или не делать. Наверное, родители. Это да. Да, вот. Но ты прав-то в чем? Вот, ты как бы подтверждаешь мои слова о том, на мой взгляд, что выбор за человеком, за женщиной, за мужчиной, да? Сама она решает, делать ей эту операцию, не делать ей эту операцию, сохранить ребенка, не сохранить ребенка. Потому что всевозможные вот эти вот крики, я часто слышу, требования запретить аборты, да? Это было и в Советском Союзе, и в разных странах. К чему это приводит, известно всем? Это приводит... А сколько людей греет на этом руке разных движений? Ну, конечно, зеленые, синие, голубые, малиновые кратки, феминисты, шмейминисты. Я не называю конкретно конкретно организацией. Вопрос не в этом. Вопрос в том, просто я постоянно вижу какие-то крики. Я вижу откровенно людей, которым глубоко наплевать на состояние тех людей, которые просто по медицинским требованиям, они просто считают по каким-то своим убеждениям, по какой-то своей выгодой зачастую, по какой-то своей выгодой, просто зарабатывают на этом деньги, на какие-то политические акции. Деньги, слабый, пиар. Да, как угодно. Как угодно. И поэтому, опять же, мне всегда сразу вспоминается триумфальная арка. Мне всегда вспоминается триумфальная арка. Да, да, ремарк великий. Мне вспоминаются сразу же вот эти вот ситуации с повитухами страшными. Когда вот он, уже будучи, как известно, врачом, который занимался, как раз он был гинекологом, вот, и, я имею в виду, ремарк, я забыл, честно говоря, главного героя вылетел из головы имя. Да, не важно. Да, да, да. Автор-то ремарк. Автор-то ремарк, да. И как раз вот как он вытаскивает девочек, которые там какой-то повитухи пошли, оставили свои деньги, и она буквально ее полуживую выбрасывает на свалку. Вот это равно то, о чем ты говорил. Ну, конечно. Когда любой запрет к чему толкает. Если она или они решили, вот, она все равно или они идут к какому-то врачу, или, или что еще хуже, к какому-то шаману, колдуну, там, не дай бог, там, где с бугном вокруг тебя прыгают. Да, ведьма-канье, да, да. И результат мы имеем заражение кровью, мы имеем какие-то совершенно... Да, кошмар, элитонит, да вообще, о чем говорить. И смертность колоссальная, конечно, на этих подпольных. Ну, конечно, нет, 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 я категорически противник. Ничего запрещать нельзя вообще, это просто ужасно. Надо, понимаешь, надо просвещать, надо рассказывать, да. Во-первых, сейчас огромное количество контр-рецептивных средств, и можно планировать свою сексуальную жизнь как угодно, да. Да, причем, если учитывать тех людей, которые категорически по разным причинам не хотят пользоваться презервативом, есть огромное количество химических средств. Конечно, пероральные контр-рецептивы, пожалуйста. То есть, поэтому, ради бога, то есть, можно... Это первая причина. Вторая все-таки причина, по которой, ну, я вообще за сторонник планирования как семьи, как таковой, мы об этом много говорили, я вообще и за договорную систему отношений... То есть, за брачный договор. Однозначно, вот. Я и за планирование детей как таковых, я считаю, что это и ребенок более здоровый получается, когда папа, мама ходят к врачу, смотрят на группу крови, смотрят на состояние здоровья, смотрят, когда ей лучше это делать и так далее. Если они планируют этого ребенка и знают, что он родится, я вообще за плановость. Мы говорили с тобой об этом в теме о детях-инвалидах. Да, да, да. Нет, эта тема будет самой перекликаться. Конечно. Плановость, она так или иначе еще, в том числе, помогает, ну, избавиться без всяких лозунгов от лишних абортов. Ну, да. Вот. Конечно, никто не отменял, как я уже сказал, изнасилование, случайный и... Бонный секс случайный где-то. Пьяный секс. Пьяный секс. И так далее. Все что угодно, конечно. Ну, насколько я понимаю, является ли здесь, можно считать, и абортом, когда женщина, скажем так, еще на первом месяце понимает, после первой задержки, там, какой-нибудь, там, двухнедельной, что она уже беременна, и она что-то не делает. Вот это на что? Нет, подожди, после двухнедельной, нет, после двухнедельной... Месяц прошел у нее? Нет, смотри, Андрюшенька, ты, наверное, знаешь, существует прекрасная система тестов, во-первых, да? Пойди, купи тестик, и ты пойдешь, беременна, беременна. Я тебе про это говорю, вот прошел месяц, у нее, кажется, прошла там эта задержка двухнедельная. То есть она знает, что она беременна. Полтора месяца. Ну и что там? Нет, с твоей точки зрения, это является абортом, вот тем, против которого ты выступаешь. Нет, Андрюш, аборт – это операция по прерыванию беременности. Через месяц, после того, как она забеременна. Какая разница, вот через день прерывания беременности, да? Аборт же может быть самопроизвольный и может быть искусственный, да? Самопроизвольный аборт – выкидыш. Выкидыш, это уже бывает, да? Искусственный аборт – это медицинское вмешательство с целью прерывания беременности. Хоть даже один день до беременности или два часа, какая разница? Это, так сказать, аборт и есть аборт. Все считается аборт. Ты, наверное, о другом, так сказать, спрашиваешь. Ты, наверное, спрашиваешь под спуд на… Вот сейчас идут очень бурные споры, да? А является ли живым вот это существо? Ну, это я тебе про это не говорю. Я не знаю. Я тебе про это не говорю. А, если ты про это меня спрашиваешь? Да, да. То есть я вышел, что прошел месяц. Если ты про это меня спрашиваешь, то я… То есть еще эмбриона как такового нет. Нет, подожди. Нет, есть. Мы этого не знаем. Не знаем, да. Согласен. Мы не знаем. И поскольку я не знаю, я не могу отрицать, что в тот момент, когда сперматозоид обладает яйцеклетку, зародилась новая жизнь. Понимаешь? Отрицать этого я не могу. У меня нет доказательств, что это живое существо. Но нет доказательств и обратного. Поэтому я тебе говорю, что я противник абортов еще и по моральным соображениям. Да? Понимаешь? Да? Потому что для меня аборт – любое это убийство. Если он, я… Ну, вот если он не оправдан медицинскими соображениями. Но это еще раз, пятый, десятый раз повторяю. Это выбор человека. Сознательный, спокойный. И это выбор человека. Он сам решает. Делать это, не делать это. Ну, это здорово, когда человек сам решает. Я, в принципе, сторонник того, что люди должны сами решать, что им читать, куда им читать, где им жить, естественно. Рожать, не рожать, жить, не жить. Естественно. Оформлять, не оформлять. Конечно. Что угодно. В этом смысле аборт ничем не отличается вообще от любого жизненного поступка. Но, насколько мы знаем, каков процент тех людей, которые хочет, хотят ли в группу или сам человек хочет вот это решение принимать за себя? Андрюш, это к теме абортов отношения не имеет. Это совсем другая тема. Вообще, я тебе должен сказать, что ты прав в том смысле, что выбор мучителен. Вот сам по себе выбор. Здесь надо сказать, опять же, это мое мнение, что, во-первых, бытующее заблуждение о том, что бывают безвыходные ситуации, когда выбора нет. Это неверное совершенно положение. Выбор есть всегда. Как бы он ни был жесток, жесток, всегда есть выбор. Это первое. Второе. Что такое выбор? Выбор – это тот временной промежуток, который необходим человеку для анализа ситуации. И выбора наиболее подходящего для него выхода из этой ситуации. Я согласен. В среднем человек должен уметь сделать выбор, взять для себя ответственность за него. Если он не делает выбор, то это определенная патология. Это некая шизоидность. Невозможность сделать выбор, когда человек мечется и никак не может дать выбор, это определенная шизоидность, определенная патология. В принципе, это можно уже лечить. То есть такой человек, в принципе, должен, на мой взгляд, быть клиентом психотерапевта. И ко мне приходят люди и говорят, доктор, помогите, пожалуйста, я не могу сделать выбор. Причем сначала это касается крупных каких-то вещей, да, я не могу сделать выбор, пойти на работу, не пойти на работу. А теперь это дошло до патологии, говорит мне мой больной. Я не могу выбрать, какое мороженое мне купить. Вспоминает Смисавш, библейская легенда о буриданном масле, когда он не мог определиться, с какой что есть, и он в итоге умер с голода. Да, безусловно, это некая акцентуация характера. Но насколько мы знаем, все-таки это основная масса людей. Многие даже не то, чтобы не бояться выбора, они боятся ответственности. И они хотят, чтобы в этой ответственности, в том числе и забор, приняты на другой. Доктор, муж, там, не знаю, мама, чтобы кого было потом обвинить, что я же не хотела или не хотели, вот это вот они нас на это дело подбили. Андрюш, я не знаю, основная ли это масса людей, у меня статистических данных нет. Но ты совершенно прав в том, что огромное количество людей стремятся прожить жизнь так, чтобы за них выбор сделали другие люди, и чтобы было кого обвинить в плачевном исходе этого выбора. Ты прав, таких людей огромное количество. Я тебе больше скажу. Я считаю, что две трети Российской Федерации, две трети населения Российской Федерации, представленные электоратом, который не хочет ничего выбирать, а хочет, чтобы за них государь все выбрал, где им жить, сколько им получать, что есть, как работать, что смотреть. Уходя совсем в другую тему, мы видим это на улицах, и видим, что Сталин у нас теперь самый эффективный мальчик. Совершенно верно. И на третьем месте, как все лицо России. Совершенно верно. Сталин-то чем хорош? Он хорош тем, что он все решал. Понимаешь? Он освобождал тебя от всего. И сразу, напомню о Сталине, мы вспоминаем ситуацию с абортами в этот период. Конечно, безусловно. Поэтому я еще раз тебе хочу сказать, что каждый человек, на мой взгляд, должен сам решать каждую секунду, как ему жить, что ему делать, где учиться, что есть, с кем говорить, с кем встречаться, с кем спать. А вот это ровно опять перекликается с одной из самых первых наших тем, когда мы говорили о том, что каждый человек в принципе должен уметь думать, должен уметь принимать решения. Помнишь, мы еще говорили осенью об этом? Да, конечно. Оширение мышления, безусловно. Это все вот оттуда проистекает. Нежелание научиться анализировать ситуацию и делать из этого анализа какие-то выводы, исследовать им – это страшная патология, как индивидуальная, так и национальная. В частности, для народа населения России это характерно очень сильно. И вот тут такой инфантилизм, собственно говоря, очень бурно, так сказать, в обществе развивается, потому что мы в весеннее вот это обострение кидаемся, как там в одном сфернице щепка на щепку лезет, с другой стороны потом мы хватаемся за голову и идем к докторам, которые начинают нам либо травить химию, либо резать, либо ковырять ложками. Я-то что хочу сказать? Ради бога, пусть щепка на щепку лезет. Как говорила моя медсестра в 1977 году, «Всякое дыхание любит пихание». Я ради бога. Я просто говорю о том, что сексом надо заниматься тоже с умом, да? Надо предохраняться. Это невозможно. Сексом с умом. Ну, подожди. Сейчас послушай меня. Я понимаю, в 70-е, 80-е годы в Екатеринбурге, в годы моей сексуальной активности, презервативов не было вообще. Не говоря уже о каких-то проральных контрацептивах, да? И мы были вообще в тяжелейшем положении, да? Да что там говорить? Мой сын первый, он, так сказать, вот так и родился. Он получился, что называется. Прецептический власть и самосновый презерватив. Но сейчас-то, Андрюша, в любой аптеке, ну, выборы и с шариками, и с усиками, и с запахом клубники, и тройной, и семерной. И аж сам надевается, и сам за тебя все делает. И в этом, потому что большинство, ты сейчас упомянул весну, игру гормонов, кошачьей визги, происходит именно в неком таком эмоциональном всплеске. Редко кто думает о чем-то. Ну, не знаю, смотри, вот я позавчера в аптеке покупал настойку женьшеня для своего товарища в Израиле, он просит привезти, да? При мной стоит девушка, ну, ей лет вот так, ну, лет 15, где-то 16, да? Она подходит к этому, значит, вот к этой девушке, которая за кассой, и говорит, дайте мне, пожалуйста, пачку презерватива. Совершенно спокойно, никого не... Это, кстати, великое благо, потому что они недавно научились. Ну, хорошо, но есть же. Есть, нет. Я внутренне возликовал. Я думаю, милая моя, если бы только ты не подумала обо мне плохо, я бы тебя как минимум расцеловал прямо здесь. Вот тут я хочу, опять же, вклиниться. Вот я считаю это великим благом, то, что ты сейчас говоришь, потому что вот это новое поколение, которое всей душой люблю намного больше, нашего с тобой и глубже, потому что они могут прийти и спокойно, ни краснее, ни заглядывать как-то из-под руки, сказать, мне нужны то-то, то-то, то-то. Дайте мне презервативы, вот и все. Что в этом такого-то? А тут еще есть такой момент, что есть люди, которые не могут сказать этого, и для них есть великое благо во многих странах мира, и которое у нас очень плохо развито, это автоматы. Которые должны стоять во всех школах, прежде всего в школах. Согласен. Потому что хоть убейся ты головой об стенку и сколько угодно рассказываешь, что сектором надо заниматься после 18 лет, и начинают заниматься с 12, с 13, с 14 лет. А почему надо? Где-то написано. Так или иначе, в нашей морали это считается, то, что называется по умолчанию. Но, насколько мы знаем, сексом заниматься тогда, когда им хотят заниматься. А сейчас с огромной акселерацией, и я с большим уважением отношусь к современным школьникам. Я очень много стараюсь общаться, и они намного свободнее. И даже отношение к сексу, мы с тобой уже говорили на эту тему, раньше было и в гаражах, и где угодно, и в туалетах. Сейчас как-то все равно есть чуть-чуть больше свободы, чуть-чуть к этому лучшее отношение. И вот именно в школах, я считаю, на дискотеках, где угодно, должны быть эти автоматы, с презервативами, с чем угодно. Я согласен с тобой. С каким-то таблетками. Я согласен. То есть когда человек, который может стесняться, может подойти, бросить монетку или бумажку туда эту, и получить вот его... Я согласен. Более того, я недавно услышал такой термин. Я, видишь, я же человек, так сказать, отсталый и консервативный. Наверное, все будут смеяться сейчас надо мной, но я только недавно услышал термин «дружеский секс». Это очень интересный секс. Я просто не знаю, что это такое, да? Но вот услышал термин «дружеский секс». Я этот термин хорошо знаю. Когда-то с одним известным ныне радиоведущим, когда он вообще не был известным радиоведущим, я подал ему интересную тему по этому поводу. Было обсуждение на одном известном радио «Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной?» Как раз там и прозвучало впервые тогда. Это был год, наверное, 2000-й. Даже, наверное, пораньше, 1999-й. Как раз тогда он не сказал, что «да, вот у меня там была, не знаю, есть ли была некая подруга, скажем так, мы дружили, и иногда между нами был чудесный дружеский секс». Который, понимаешь, как бы, когда мужчина и женщина не подразумевают в партнере заветного будущего мужа. Ну, гениально, замечательно. Я только за. К чему это всё? К чему это всё? К тому, что культура сексуальных отношений сегодня развита чрезвычайно. Есть все средства, чтобы не было нежелательной беременности. Есть все средства, чтобы не заразиться дурной болезнью. Поэтому я, честно говоря, я не понимаю, почему проблема абортов до сих пор стоит так остро. Мне кажется, что человек, который, ну, маломальский, ну, сколько места занимает вот эта вот упаковка с презервативами? Неужели трудно в своей сумочке женщине ли, мужчине ли носить это? Ну, примерно так же, как сейчас тянусь из салфетки для протирания рук. Почему? Что такого-то в этом? Ну, я понимаю, что и женщины, которые на регулярной основе значит, пероральные контрацептивы не принимают. Ну, потому что у них нет регулярного секса. И не стало быть, нет необходимости эти лекарства принимать. Но носить с собой в сумочке на всякий случай презервативы... А в дом повезёт, то, что называется. Это совершенно право. Нету сумочки, вот автоматы должны быть на каждом углу. Да? В любом кафе, в школах обязательно. Вот здесь на стене должно висеть, вот в школе, где угодно. В любом месте, где есть люди. Ну, правильно. Вот, мне нравится. Есть кинотеатр, который очень люблю, «Октябрь», да? А, да. Он работает, кстати? Лучше как. Он давным-давно работает. Я же не знаю, я там не буду. Он давным-давно работает. Сделали его очень хорошо. Мне он очень нравится. Я его люблю. Это реклама, да? Это реклама, ради бога. Я готов их рекламировать. Я готов всех, кого люблю, рекламировать абсолютно бесплатно и сколько угодно. А ты меня любишь? Я тебя ненавижу. Понятно, что я не рекламирую. Никогда. Ну, жан-то больно. Вот. И я что-то сказать. Что мне там нравится? Потому что там кинотеатр, там есть небольшая дискотека, там кафе. И у них, когда зайдешь в туалет, у них в туалете стоят... Автоматы. Два автомата. Ну, гениально. Не знаю, как женское, может, там точно стоят. Гениально. Вот ведь основное завоевание Великой Октябрьской Союзической революции. Кинотка называется «Октябрь», и каждый пролетарий... Может купить там гандон. Ну, минуточку. Не гандон, а ком-дон. Да, да. Понимаешь, прекратите вот это вот, да. Короче говоря, я хочу выпить. Я хочу выпить. Я считаю, что мы с тобой все сказали. Я хочу выпить за две вещи. Я хочу выпить за грамотное предохранение и за свободу выбора. Да. Да? И все. И вопрос абортов будет решен. Знаешь, к этому все я хочу добавить. К этому хочу добавить. Я хочу также выпить за то самое молодое поколение, тех самых школьников, которых я уважаю намного больше, чем самого себя. Дети мои, в прямом и в переносном смысле, вы молодцы, вы прекрасны, вы умны, вы замечательны. Вы сделаете этот мир таким, каким он и должен был бы быть, если бы не мы, старые пердуны. Поэтому предохраняйтесь, да предохранимы будете. И будьте свободны. Будьте свободны. И имейте возможность. И имейте выбора. Сознательного. Сознательного выбора. Ура. С весной у вас? С весной. Ой, с весной. Ой, коньячок. Ты же не Жванецкий. Это тому что наливай место чая коньяка. Нет, не Жванецкий я. К сожалению. Так хотелось. Да. Пока, дорогие. Пока.